Как сделать вкусный кулич? Для начала замешать в пропорции 50 на 50 муку и нет, не быстро растворимую кашу, как может показаться сначала. Это специальная смесь, которая улучшит качество выпечки. В эту смесь входят масличные культуры, семена льна, семена подсолнечника, тыквы. Елизавета Расторгуева проводит опыты с рецептурой кулича для исследовательской работы, которая скоро может перерасти в дипломную. Смесь семян в куличе делает привычный пасхальный хлеб и интереснее, и полезнее. Лен, подсолнечник, тыква нормализуют микрофлору, способствуют лучшему всасыванию еды в желудке и замедляют старение, подчеркивают специалисты даже технического вуза. Антиоксиданты работают на улучшение всей системы сердечно-сосудистой, кроветворительной, потому что они способствуют тому, что естественные компоненты сосудов и крови получают больше устойчивость в отношении к свободным радикалам, то есть к старению, грубо говоря. К тесту мастер добавляет 5% творог. Для классического кулича ингредиент новый и придает тесту мягкость и нотки молочности. Такой рецепт Елизавета вывела меньше года назад, но в целом куличи печет с детства. У нас семья православная, мы все ждем очень этого праздника и всегда, наверное, со школьных времен с мамой очень люблю печь именно куличи, именно булочки с сахаром особенно для нас, это очень важный момент. Полчаса в духовке при температуре 180 градусов и кулич готов. Украшение без изысков. Классическая шапочка из белковой глазури – лучшее дополнение, но ее можно улучшить. Например, добавить ягоды, как в случае с розовым куличом. И последний штрих. Тесто очень мягкое и это просто фантастика, потому что обычно пасхи сухие, но вот это, она прям сочная, то как нужно. Данил Кузнецов, Александр Антропов, День с толком.